Пилить и пилить. Нам надо было до Кемерово. Нужно сегодня подсчитать, насколько эта трасса длиннее оказалась. Я не хотел в Новосибирск заезжать. Из Новосибирска. Если через Новосибирск проезжать, это для меня мучение. Вот она дернется, машина запор, дернется затор, дернется упор. Не двинуться, ничего. А тут мы в движении были. Я все думал, какие люди, как работали. Помолимся о них, поблагодарим Бога. Как инженеры, как они это все думали. Вот на такой высоте, а тут надо прорубиться. А вот здесь надо насыпать, там огромный-огромный вал идет. Это 20 месяцев. Это вообще подвиг настоящий. Мы незнакомых людей просто как бы зрим и благодарим Бога. Потому что мы тоже воспользуемся их трудом. С нас за это никто не берет, чтобы по этой дороге... Ну, там, при регистрации машины что-то там за дорогу-то берут. Все равно. Вот это основное. А подробности в каждом, где вместе были, это невозможно перестать. Все везде по-различному. Настолько по-различному, что соединять не приходится. Люди разные. И мнение их разное. А провожают одинаково. Вот как будто мы из одной семьи все выходят, фотографируются, благословляют. Мы просим их помолиться, и мы дальше двинулись. Если это не два, а 35 пунктов, то это чего-то стоит. А у меня бумаги и целая уже пачка. Теперь мы Новосибирск. Это отдельная карта, отдельная папка. Ну и как уж Бог даст. А в палатках вам не холодно спать сейчас? Спали в палатках, перестали, ребята, от земли холод, туман. И Андрей переместился, где сиденье переднее, достаточно места, два метра там. А, для троих, да. А Андрюша сделал решетку внутри, там, в грызовом отсеке-то. И там Сергей, там, картон, дальше у него спальный мешок, он закрылся. Понятно. И не мерз, Сережа. А то там палатки-то. А я-то у меня свалятся все. Я тогда взял иголку, Удусь, и свое одеяло сшил из него мешок. Самая трудность – залезть, а еще труднее вылезть. А так как мне ночью приходится несколько раз вылазить-то, то я полночи стала залаживать и вылаживать в него. Она как щулок получилась. Я у Сергея заметил, замерил, какой у него мешок, но мой, конечно, уже. Но я перестал мерзнуть. Я не раздеваюсь, а там новые носки надел, шапочка оказалась у меня. Ну и все благословенно. А то я думаю, как они в палатках, сейчас холодно стало. Интересно, как они-то ночью. В палатке невозможно, они встали? И сказали, холодно. Все, больше там не будут. Ну и переместился. Я не мерзну. Андрей говорит, а я тоже не мерзну. А он головой лежит сюда, где у меня ноги. А мне туда ночью выходить надо-то. А машина эта, это не такая, как там у Глушкова. Ну что ты дверями хлопаешь? А у нас чем сильнее хлопишь, темнее лучше. Русская машина, если не хлопишь, она не закрывается. И поэтому определять силу удара, только ты, чуть меньше, она не закрывается. А его голова рядом, представь, я как возле головы-то. Я говорю, как ты спал-то? Ничего, нормально. Ну все. Хлопай. Стараюсь полностью не закрывать как-нибудь. Но собака нам дала покой. Мы ложимся спать. У нас напряга нет никакого. Совершенно спокойно. Я ложусь, как будто я дома. Вообще даже нету. Нормальные сны, видишь. Там бывает, что как будто дома побываешь. Ну и слава Богу. Так, всех благодарю. Кто помнил, кто молился, кто ждал. Я правда Андрею тут выговорил. Я говорю, хотели им явиться тайно. А он уже, я сказал, страсти, Саша. Да я говорил, молчать. А он тут вышли, с биноклем стоят, крутят. Ну последний день, антракт молчания, чтобы больше неожиданностей было. Сегодня праздник был на 10-й. Вот как это будет дальше, мы не знаем. Но вот мысль у нас такая. Я дальше ребятам сказал, мы на этом-то ведь не остановимся, если мы пройдем даже Санкт-Петербург. Следующий центр будет у нас в Берлине. И мы дойдем до Португалии, на пароме в Англии, опустимся в Летцию. Это вполне реально. Если будут деньги, откроем визы, для нас это совершенно реально. И представь, Маринке, позвонили, Марина выходит. Книги вам не надо, да? Представь, русские люди, мы с Масом по храмам бы поехали. С центральной библиотеки стран, там это, мы бы вошли как надо. И Сюрикс, где Ленин работал. Но это только из области фантазии. А в то второе, вот я говорил, это через Саяна. Если они подготовят там нам такое место, где нас ждут, где разгрузят, где можно ночевать, разложить. То есть как бы потеряевку туда отнести и поставить. Но об этом можно уже молиться. Мы уже прям вплотную подходим, что это заканчиваем. И дальше нам далеко уже ездить. Далеко. Мы уже Томск, это надо через Кемера и через одну область. Это не через район, через область. Даже от Томска прямо наборнуло 526 километров. И тяжело, и убьется, и техника. Но если так будет, Богу, значит, угодно. А нет, значит, мы выполнили, что могли. А книги-то кончаются. Я сколько раздавал, раздавал. И получилось у меня сейчас так. На 100 изданных книг, примерно 95 в подарок. 95. А остатки там где-то кто-то бывает купил. Это настолько незначительная сумма только на бензин. И мне не жалко, нисколько. Я представляю, как эти считатели, как на полке это стоит, спрашивают, как назвать. Во свете Библии можно назвать. Или открытым оком. Вот два названия. И я просто знаю силу, которая в них заложена. Почему? Потому что там в каждой книге 3000 примерно ссылок на Священное Писание. Там все проникнуто Словом Божьим. Но написано без угождения кому-то. И они могут что-то найти. Вот отец Иоанн там был. Его вызывали. И вызывали. Батюшка уже звонил с дороги. Митрополит. Там сенсоров назначили. Книги-то он там не смог сдать. Их задержали. И на исследование. Ну и нашли что-то. А он где-то, я, сказал про какого-то архиерея. Этот Лапотников. Даже фамилию-то не знает. А что сказал? Про какого? Никто не знает. Ну покажите мне отец Иоанн. Да вы что придумываете-то? А потом у него Смоленская Божья Матерь. Название храма. И архиерей служил там. И батюшка наш звонит. Ну и как? Как будто ничего не было. Они нигде ничего не нашли. Я говорю, там ничего нет. Кроме того, что обречает вашу леность и корысть. Трусость. Вот это вы найдете. И найдете вот так вот. Почему? Это Библия. Наш архиерей Евтихий сказал вам. Никогда Игнатия не обвинить вне православия. И книги его. Они сугубо, и он сугубо православный. Это Евтихий сказал под закрытие занавеса. Теперь вот батюшку-то управляющий-то вызывает. А зачем ему я ходячку? Пускай оттуда приезжает. Ты им никому не подчиняешься. Московская патриархия. Мы с ней никак не связаны. Они теперь будут давить только через Иллариона. Еще не было никакого акта. Я говорил, это самое правильное решение. Так и получилось. Все развеялись, а мы остались. И мы ничего не меняли. Мы признавали благодатность. У нас хорошее отношение со всеми. И мы стоим на месте. Под патриархией мы никогда не пойдем. Никогда. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Это смерть. Просто это удушение. Всех принимают в местах, потому что они ничего не слышали. Только в интернете. Знают только хорошее. Но их натравить, батюшка наш говорит, это в один день сделают. Сейчас архиерей новый, даванул. Но что интересно, о нашем архиерее нигде хорошо не отзываются. Когда узнаем, какие ваши отношения, я говорю, с тем были хорошие, а с этим никакие. И они сразу о нем говорят неодобрительно. Много говорят о патриархии, священнике неодобрительно. Я не пристраиваюсь. Я говорю, ну вот это он сделал правильно. Разделил епархии на три. Огромные епархии. Не добьешься приема. Да как так? Правильно сделал. Я еще раньше говорил. И не потому правильно, что он сделал, как я говорил. А потому что это правильно. Еще что-то. Я сказал так. Он говорит, ну вот. Я прочитал. Одна журналистка написала. Что патриарх говорит. Я вечером прогулюсь. У меня собака. Я с ней пробежку делаю. Километров пять иду. То другое. Да какой же патриарх с собакой? А я наоборот увидал в нем человеческое. Незасушенную мумию. Я говорю, понимаете, у меня отношение в этой области другое. Монаху-то рассказал собакам. Посмотрите, какая у собаки конура. Что тебе кажется, не золото. А рядом монах жил. Говорит, как в конуре. Это как? Я и заглох. Я-то не для этого сказал. А мне зачем тогда присуседиваться к чужому разговору? Что хорошее патриарх? Вот мне это нравится. Я сразу сказал. Вот это он за русский язык. Мне это нравится. А остальное он сам на себя ответит. Но под него я никогда не пойду и никому не посоветую. Они разрушат все до основания. А возможно ли встреча? Возможно. Ему докладывают о положении. И они не знают, что делать сейчас. Они пытались у батюшки антиминца отнять. Он говорит, возьмите. Я на нем не служил. У него свой антиминц. Я когда езжал, митрополит Виталий завел меня в тайную комнату. Несколько антиминцев повесил. Скрыть. На груди. Через таможню я все пронес. Так что мы неуязвимы. Они пытаются сейчас через митрополита в арсенофе. Это дело производителя. Первое лицо после патриарха. Батюшку нашего вызывает. Слышит. А батюшка, я говорю, ты не езди. Зачем это нужно? Им надо, пусть приезжают. Мы никакого отношения к ним не имеем. Они могут их осоветовать. Могут приглашать. А от меня надо, я поеду или не поеду. Мы им предлагали, рабочая группа, вызвать тех, которые охулили. Вызывали нас в милицию, травили. Давайте разберемся один раз. До конца договорим. На каком основании. Пусть они представят факты. Я не устраняюсь от беседы. У них ничего нет, кроме злобы. Вчера благословились. Мы утром приехали, он уже в милицию вызвал. Говорит, это свидетеля Югова. Да какую совесть надо иметь. Как у нас священник один ходил, и что мы Божью Матерь не признаем, икон нет. А когда его посадили, я ему передачи носил-то. Теперь из-за него ходил в прокуратуру и писал в генеральную прокуратуру. Его выпустили, прошло время. А теперь он к нам стал ходить. Я говорю, ну ты, Володя, знал, что у нас иконы и знал. И знал, что Божья Матерь, ну конечно знал. А зачем говорил, а чтоб к вам люди не ходили. И ты знал точно, абсолютно точно. Ну как я могу с уважением относиться ко лжи. Когда он знал, что неправду говорит, и говорил специально, чтоб люди не ходили. А пришло время, сам стал ходить. О, как у Бога вымерено. Ты не знаешь, где придется тебе умирать. К слову сказать, у нас дома было так же. Моя мама, как говорят у старовера, с самокруткой. Убежала из дома за отца. Он такой видный был. Ну, а родители-то, ее матери, они не хотели. А Степан, это вот Агафья Степановна, это ее отец. А они с моим Тихоном-то, с отцом-то родные братья. И он как-то пытался там примирить. Они говорят, а там какой-то, я его не видал, какой-то Филя, дурачок был Трубачевский. А вы за Филю Трубачевского отдали бы свою дочь? Вот как они считали отца моего. Почему? Он выпивал. А у них это не принято было. И они имели основания так думать. А что, у них три сына. Прекрасные сыновья. Макар, Филарет, Эммануил. Они никогда не думали, что будут с внуками с нами знать. Но ушла и ушла. Туда ей дорога. Дочь волю родителей нарушила. А вот она война. Всех троих взяли, ни один не вернулся. И осталась одна моя мать и внуки. Теперь мы у деда учимся. К нему приезжаем. Старые обиды забыты. И они выпрашивают одну. Вот Дуся. Чтобы она у них воспитывалась. Какую-то замену. Даже свою фамилию хотели переписать. Ну, старики тосковали очень сильно. И не думали. Дед-то умирает, а бабку теперь берут сюда. И она у нас живет. И теперь отец это припоминает все. Мой отец. Меня за Филю Трубачевского считали. Дурачка-то где-то. А у меня живет. А я ее ни разу коргой не набозвал даже. А она ходит. Бабка-то там. Ну, юбка. Ничего нет. Ничего не держится. Отец-то не видит. И растопщет в другой раз. По комнате-то. И еще. Ну, что сделаешь. Старый человек. Они никак не думали у меня быть. Отец скажет. Опять походит. А ведь я ее даже коргой ни разу не назвал. Понятно? И поэтому заранее вымереть. Сказать, что ты мне не нужен. Не знаешь. Как мышка-то с альбом в сказке-то. Прижал ее. Ну, случайно. Она говорит, я тебе сгожусь. Да как ты мышь. Фу. А может, ты сгожусь. Его поймали. Сет такая подняла. И он заорал. Там охотники придут завтра. Они его убьют. И она ночью-то все перегрызла. Он выпал оттуда из этой сетки-то. Лев. А мышка-то она быстро перегрызает. Канаты-то перегрузят. Дыра достаточная. Ну, это сказка. Сказка, говорит. Ложь. А в ней намек. Добрый молодцы. Вопросы? Советы какие-то есть. Как улучшить нам? Но мы не умеем по-другому. Мы увидели, что Бог нас примиряет с теми людьми, которые не расположены. Он дает нам желание. Дает здоровье. Благословение. И везде священники молятся о нас. Везде. Зовут. Давайте молебен отслужим. Но везде. Нигде не было проклинающие. Были только благословляющие. И мы по-другому не умеем. И мы уезжаем. Везде оставляем пачку пригласительных. И они берут библиотеку. И теперь дают. То есть у нас то, что мы по домам делали, теперь мы оставляем. Так тем более мы давали, кто никогда не ходит. А это те люди, которые считают. Они прямо библиотеки отдают. Они по домам. У меня вот такое предложение. Ну вот почему-то мы-то... Нам бы ездить в воскресенье в деревню Ближняя. И там проводить занятия. Ну поехали. Доброе дело. Тем более, если мы там были, там уже основания маленькие. Приготовить занятия. Провести занятия. Женя, слушай внимательно. Ты меня знаешь? И кто делает предложение, я тому говорю. Доводи до конца. Вот с сегодняшнего дня молись об этом. Убеждай братьев. Найди шоферов. Вот он сидит уже один есть. Найдется и другой. Ну вот и хочу подходить. Вот бери на себя это. Вот тебе эта мысль благая пришла. Доведи ее до конца. А не просто предложение сказал, да и под стол. Вот мне предложение я сделал, я до конца его довожу. Литература снабжена. Машина куплена. За машину только одну треть рассчитали. Все остальное на мне висит в машине. А я, я, я себя не хозяин. Машина переписана. Виктор Николаевич. Не, мне уже Виктор Николаевич-то. Виктор Николаевич. Виктор Николаевич. Хозяев. Виктор Николаевич, ну-ка встань. К машине у меня не претензий. Я просто сзади сижу. Меня умотало там на машинах-то. Она идет, а бывает такой вот асфальт. Вот так вот окачает, как в люльке-то. Я ничего не могу сделать. Лестовку в руках держу, и лестовка вдруг упадает. Я уже заснул. Укачивает. Ну, опять проснусь, сам себя ущипну там давно. Оленька, погодясь, через какие-то минуты я опять за... Уже глаза слепаются и все. А слепается, я думаю, как бы шофер не заснул. А у шофера привычка уже. А мы чего не найдем? Ну, шофер-то помоложе, все. Помоложе. Помоложе всегда и спать охота. Никак нельзя. Дуся дала маленько пастилу, так я ее свернул. Помаленьку, ему чуть-чуть вижу, как не спит. Ему раз, вижу, пожевал, чтобы пока чем-то отвлечь-то его от сна. А рядом Сережа. Сережа, не спи, разговаривай как-то с ним. Ну, видно, что устал вчера. Но нам надо из гор вырваться, вырваться, ночевать. Мы не можем выйти. Я уже вижу, что вышли в темноте и заканчиваем в темноте. Ну, ясное дело, где-то конец-то должен быть. Он говорит, за руль только что держится. А машины идут и идут, и свет уже светит. Андрюша, терпи. Ну, вырвемся мы. Наконец вырвались. Все. На конец-то приехали. Приехали. И утром мы... Я не бужу их ничего, они сами стоят. Лежите завтра хоть до десяти. Ну, кто будет лежать до десяти, когда там дома ждут? Утром встали, скорее опять. Ты на последний день. Ты так каждый день делай. Во сколько проснетесь. Мы сейчас вообще не торопимся. У нас демократия. А говоришь, пол шестого стоит. Нет, ну, хорошо. Так ложимся, там другой раз. Девяти нету. Мы темняются, если пораньше мы выехали. Да, они тогда рянуло. Солнышко еще. А мы уже готовим, поели. Походили маленько. Ну, значит, что там делать-то больше? Ну, и ложитесь, ребята. Мы посчитали семь с половиной часов. Все надо-то. О, хорошо. Это нормальный совершенно сон. Ну, бывает и поменьше. Ну, да, если я не объясню. Летом, да, было. А сейчас нет. Советы, предложения. Приняты. И благодарю, Женя. Хороший совет. Доведи до конца его. Видно будет, что ты не пустослов. Я об этом, знаете, давно думаю. Думаю, Игнатий Тихонович там ездит. А мы тут сидим. Не сидите. Да хоть бы съездить занятия проводить. Женя, вот Иоанн Затонс говорит. Вот люди идут в пивнушку. И говорят, увы, мне слушаю, а не делаю. Он говорит, вот это, увы, начало покаяния. То, что ты сидишь, они ездят, а я сижу. Вот это и есть начало уже работы. У тебя уже мозги работают в нужном направлении. И за это Бога благодарит. А они вон рядом сидят, думают, когда же меня позовут. Да я вот хочу к нему подойти. Хочу к нему подойти. Да подойди. Да на нашей деревне. Вам ничего везти не надо, кроме Евангелия. То есть нет, приготовить занятия. Что сказать? А в всех пунктах, которые рядом, везде книги есть. Мы прошли у Рыху, там и Корщина. Везде есть. Вам теперь легко. Приходите по домам, объявления сделайте, пригласите людей. И сделайте занятия, провести, приготовить, что сказать. Если Евангелие вам нужны, Евангелие, то теперь у нас не Евангелие Теяна, а Евангелие Теяна с римлянами вместе. Я вам дам. Ну да, если поедете. Пожалуйста, приходите, берите. Главное, чтобы с ними побеседовать, поговорить. Заберите, и бери к себе, переноси, и от себя из дома начинайте выезжать. Пункт отправления твой дом. С удовольствием. Я бы согласилась, если бы только шофер согласился. Так, с сегодняшнего дня, ты помни, на тебе это обязанность. Все. Слава Богу. Давайте достойно пропоем. Звучит. 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 Без сравнения серафим. Без искления Бога, слово ручую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Божий наш, слава Тебе за милости, что продлил нашу жизнь. Ты благословил наш выход, благословил и вход, и возвратил нас к жилищам и к родным. Слава Тебе. Мы просим милости Твоей, возрасти все посеянное. И помоги, Господи, слышанные желания сестры благовествовать. Устрой это дело. Во имя Твое Святое мы просим. Ради пролитой Твоей крови, да будут найдены новые души. Сохрани нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Богу. Что? Да. Через плещу. Ты пошли, можно что-то еще запомнить. Мне надо этого. Как ты это забирай? Да. 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 Ну и Александра со своим красивым платочком так и ходит. Молодя. Молодя. Продолжение следует...